Всем привет! В последнее время получаю очень много сообщений на электронную почту. Постоянно звонят мне по телефону. Вопрос один. Вы, Александр, говорите, что можно ожидать концерта группы Карина Мадея, а никакой подготовки к концерту с вашей стороны? Вот объясните, пожалуйста. В общем, рассказываю. Ведется подготовка активнейшая. В первую очередь хотелось бы рассказать про оборудование. Вот я тут сделал недавно закупки совершенно новейшего оборудования специально в преддверии будущих концертов. Сейчас вкратце пробегусь по девайсам, которые я приобрел. Сначала вот такая вот коробочка. Мощнейший абсолютно аппарат. Доблестный немецкой фирмы Behringer. Вот он уже активно функционирует. Очень тяжелый. Он весит где-то 60 килограмм. И выполнен из элементов метеорита. Называется Behringer UMC204HD. Все серьезно. Вот такой вот замечательный девайс. Он называется Sennheiser EWG2. Вот. Он состоит из двух элементов. Это новейшие мои покупки. И немногим ранее я приобрел вот такую вот вещь. Американский производитель Electroharmonics. Спроектировал такой вот прибор. Называется HOG. Короче, называется HOG. И я купил его, потому что он блестящий. Теперь обо всем по порядку. И чуть-чуть поподробнее. Я начну с этого прибора фирмы Behringer. Как вы можете видеть, он уже активно используется мной. Вот он подключен. Всякие разные шнурочки из него выходят и в него входят. Значит, этот прибор был приобретен несколько дней назад. Специально для того, чтобы наши концерты были возможны. За огромные деньги я его купил. И я объясню, почему. Дело в том, что здесь вы можете увидеть очень много... Ну, не очень много, но это очень важные регуляторы. Отвечают за стоимость нефти на рынке. Стоимость нефти марки Brent. Вот это нефть марки Urals. Те два регулятора позволяют контролировать курс доллара и евро относительно рубля. Поэкспериментировал. Вот здесь вот на задней панели есть переключатель между летним и зимним временем. Я его поставил в положение летнего времени и вот не собираюсь его отсюда убирать. Я сейчас буду управлять курсами валют и нефти. Он очень пригодится мне, когда группа Karina Modea поедет в тур. Потому что сейчас регуляторы находятся в минимальном положении, которые отвечают за стоимость нефти. Я их немножко поверну по часовой стрелке. Нефть возрастет, курсы упадут, валют, и мы сможем подешевле поехать в тур. Вот этот прибор фирмы Sennheiser, вернее даже не этот прибор, а вот этот вот комплекс, мощнейший абсолютно комплекс от немецкого производителя Sennheiser. Значит, что делает это устройство? Связь со всеми возможными людьми, с которыми вы захотите пообщаться. Как он работает? У меня выбрана волна 798-200, вот, не знаю видно или нет. Это волна прямой связи с Борисом Николаевичем Ельциным. Мы берем приемник, он подсоединен у меня к мощнейшему кабинету. При включении приемника... ...демократический, имеющий нравственную жилку, нравственный сержень. Вот, с нами на связь выходит Борис Николаевич. ...страну... Таким образом, можно побеседовать с любым человеком. Также на передней панели есть красная ядерная кнопка. И вот этот вот американский прибор, я им на самом деле уже не пользуюсь в последнее время. В общем, для чего этот прибор необходим? Он мне в свое время очень сильно помог. Многие знают, но я уже не работаю в офисе, потому что я не нуждаюсь в деньгах. Вот, это произошло благодаря этому прибору. Вы можете увидеть здесь некое подобие графика. Это и есть на самом деле график. Я выставляю здесь сам эти регуляторы. И он показывает движение пары евро-доллар на Форексе на ближайшие сутки. Вот. То есть, я выставляю график. Вот, видите, он волнообразный. И делаю ставки на Форексе. Таким образом, я заработал свои миллионы. И у меня теперь нет нужды ходить на работу. Поэтому сейчас среда, середина дня. И я сижу дома и ничем делаю. Вот, записываю видео. Постоянно спрашивают, на каком инструменте я играю. У меня одна единственная электрогитара. Fender Stratocaster. Гитара сделана в Мексике 62 тысячи лет назад. Вот. У гитары было всего два владельца до меня. Они оставили свой след. Вот здесь вот на фальш-панели. Свои автографы. Можно увидеть. Вот. Вот это вот первый владелец гитары. Здесь написано Omar. И вот это вот второй владелец гитары. Автограф довольно свежий еще. Вот я свой автограф пока еще не успел оставить. Гитара абсолютно замечательная. Корпус выполнен из ясеня, что делает ее очень тяжелой. А именно полтора центнера она весит. Вы можете увидеть, что гриф эскалапирован. Дело в том, что первый владелец, Omar, может показаться, что это имя какой-то экзотического человека. Но нет. На самом деле обычный Omar владел этой гитарой. И вот он своими клишами сделал вот эти вот ямочки. Никто, кроме меня, не умеет на ней играть. Все берут и говорят фу, это говно, как ты на ней играешь. Но говно это вы. Ну, соответственно, второй владелец недолго владел этой гитарой. Он умер, к сожалению. Здесь, вы видите, написано. Это CC Capfall. Примечательная особенность, что у этой гитары три болта и три пружины. Бог любит троицу. Эта гитара имеет высочайшее благословение в всем.